Короче, автосервис на крови. Евгений Нагорный родился 26 июня 1972 года в Харьковской области. После окончания школы Нагорный пошел в армию. Отслужив, он в середине 90-х годов перебрался в Москву. Поначалу он поступил в институт, однако вскоре бросил учебу и занялся бизнесом. Он открыл автосервис Автолюкс в арендованном им на территории одной из вонских частей ангаре в проектируемом проезде. Дела у фирмы шли плохо, денег катастрофически не хватало ни на приобретение запчастей, ни на арендную плату. А вскоре в ангаре сгорел дорогой джип одного из клиентов. Кредиторы и хозяин джипа стали угрожать Нагорному и тот вскоре придумал хитрую схему. Убивать владельцев дорогих автомобилей, находя их по объявлениям в газете, а затем продавать эти автомобили. В помощники Нагорный взял рабочего Сергея Ставицкого, который был готов на все ради денег. Совместно они и совершили все последующие преступления. Первое свое преступление Нагорный и Ставицкий совершили 2 января 1998 года. Жертвой оказался владелец автомобиля Нива. Действовали преступники всегда по одной и той же схеме. По объявлениям газеты из рук в руки, намечали жертву. При предпродажном осмотре машины говорили, что ее необходимо проверить более детально в одном автосервисе. Затем завозили машину в ангар, убивали хозяина автомобиля выстрелом из пистолета, а труп сбрасывали в канализационный колодец, расположенный прямо в ангаре. Продать подержанную Ниву удалось непросто, поэтому почти все следующие преступления Нагорный и Ставицкий совершали в отношении владельцев иномары. Затем Нагорным и Ставицким было совершено еще 9 убийств. Их жертвами были руководители фирм, перегонщики автомобилей и даже бандиты. Так, в марте 1998 года они убили в ангаре двух членов Солнцевской УПГ. Добыча с убийств была богатой. Три джипа Гранд Чироки, Митсубиши Паджеро, Ауди, ВАЗ-2109 и три Мерседеса. Все это Нагорный вскоре продал, естественно, по заниженной цене. Наибольшая сумма, которую они выручили от продажи машин – 8 тысяч долларов. Выйти на след убийств помогла случайность. Когда Нагорный договаривался со своей последней жертвой о встрече, он не знал, что на телефоне стоит ООН – автоматический определитель номера. Номер был зарегистрирован на фирму «Автолюкс». Когда милиционеры приехали к автосервису, ангар был закрыт, но внутри слышали звуки активной работы. Тогда они стали ждать. Глубокой ночью к ангару подъехала «Волга». Из нее вышел Ставицкий со своим приятелем. Обоих задержали, а затем взломали ангар и обнаружили там Нагорного. Все сомнения следователей рассеялись сразу же. В гараже под забетонированным полом обнаружили мешок с окровавленными вещами убитых, снятые с их машин госномера, кабуру от пистолета и пустой магазин. Сам пистолет Макарова, являвшийся орудием всех убийств, нашли несколько позже, лежащим на одной из поперечных балок перекрытий под самым потолком ангара. Трупы в тот день также не удалось обнаружить. Нагорный все отрицал, Ставицкий же повел себя весьма нервно. Оставшись на пять минут один в следственном кабинете, он скрепкой открыл наручники и повесился на шнурках от кроссовок. Его чудом удалось спасти, а когда он пришел в себя, начал давать показания. Все десять трупов были обнаружены в канализационном колодце ангара и запетонированной яме, которую вырыли по приказу Нагорного рабочего автосервиса, не зная, для чего она будет предназначена. Поняв, что отпираться бесполезно, Нагорный во всем признался. Ставицкий еще несколько раз пытался покончить с собой, но ни разу ему это не удалось. Впрочем, наказания он все равно избежал. Судебно-психиатрическая экспертиза выявила у него признаки реактивного состояния и отправила на принудительное лечение. Сам же Нагорный в апреле 99-го года был приговорен к пожизненному заключению. На суде он вел себя вызывающе, стоял стеной к родственникам жертв. На суде присутствовали члены Солнцевской УПГ. Когда судья огласил приговор, бандиты закричали Нагорному «Мы тебя из-под земли достанем». Верховный суд России оставил приговор без изменений. Из его последнего слова в Верховном суде «За что мне пожизненное дали? Мне, гражданину России, патриоту, который два года жизни отдал на службу своей родине. И эта родина так благодарит меня?» Когда на заседание Верховного суда Нагорного приезжала снимать съемочная группа передачи «Криминальная Россия», он заявил «Вы нагоняете жуть на Россию? Еще и назвали ее так «Криминальная Россия». Это жуть, которую вы нагоняете на народ. Вы про хорошее показываете. Кровь, убийство. Кому это все нужно?» В настоящее время Евгений Нагорный содержится в колонии «Черный дельфин». Некоторые вопросы так и остались без ответа. Мало кто поверил, что убийства совершались Нагорным и Ставицким лишь вдвоем. Об этом, кстати, на суде заявил и сам Нагорный. «Я выполнял пожелания своих клиентов, влиятельных людей и до сих пор мною уважаемых». Но кто эти уважаемые люди, для которых так старались Нагорный и Ставицкий, так и осталось неизвестно. Ставицкий в своих показаниях упомянул, что Нагорный записывал данные клиента в особую тетрадь. Однако найти эту тетрадь также не удалось. Вполне возможно, что все машины шли под заказ. С тебя лайк и подписка. Подписывайся также на мой телеграм-канал Короче Котовский. Ссылка в шапке профиля.